Сегодня хочу рассказать мой сон ночной, очень прекрасный сон, и он некоторым образом послужил ответом на мой вопрос. Я не спрашивала конкретно у Бога, но я думала, неужели историю, настоящую историю, так никто и не узнает. И мне бы как-то в сердце был ответ, что мы все ее знаем внутренне, внутренним оком, но, естественно, она по-другому написана, и она вся поисправлена. Но наше внутреннее знание, ее знает, я думаю, ну да, хорошо внутреннее знание, и как я. Вот, например, меня интересует вопрос о римских воинах, потому что вот Христос сказал, потому что к нему римский воин подошел и сказал, скажи слово, и мой слуга исцелится. И Христос сказал, даже у евреев я не нашла такой сильной веры, как у рима. Я думала, ну вот и кто эти римляне, почему их одеяние так похоже на одеяние воинов, святых отцов, которые были в то же самое время. Почему римские воины одеты, как Георгий Победоносец, во всю красность, с щитами. Ну, задаю себя некоторыми вопросами. И вот сегодня ночью в 4 часа мне был такой ответ. Значит, вижу рынок древний, я знаю, что нахожусь в какой-то глубокой, ну, в древности, по крайней мере. И вижу вот людей, которые продают на этом рынке, вот как сейчас вот эти арабы, какие-то носатые, глазастые люди, какие-то жуткие, в каких-то робах таких длинных. Ну, ничего вообще цивилизованного. И вот как вот до сегодняшних дней они живут, как звери, вот они вот и тогда так же жили. Вот все у них кверх ногами, там специи, какие-то тряпки, все это они продают в большом количестве, эти люди. И такая, они как-то вдоль стены такой старинной расположен этот рынок. Ну, и я иду, и я вроде как сегодняшняя. И вдруг скачет вдоль стены по дороге, скачет такой красивый воин, весь в красных таких одеждах, красный такой попонин, как Руслан Людмил, прям попахи или когда на красивом коне, с золотом, какое-то копье у него золотой, щит у него золотой. В общем, такой красавец, как Илья Муромец. И скачет, и за ним целое большое, огромное войско тоже скачет. И вот, и потом я увидела еще одного такого же воина с таким же войском. То есть, как бы два войска, которые скакали. И там был такой мостик, на который я зашла из серых досок. Он, как бы возвышение такое было. И этот воин соскочил, он весь такой активный. Он так отличался от всех этой массы, которая там на рынке стояла. И все, это просто был сверхчеловек, красавец, такой блондин, такой худой, весь такой поджарый. И он пошел пить. Вот он под мостиком, он там какой-то фонтан был. И он там со своими воинами, с конями, он пил воду. И я наверху была. И он как-то раз так поворачивается и посмотрел на меня. Но он такой красивый, строгий, такой недоступный, что... А я расплылась в улыбке, что, в общем, мне не свойственно. Я сама не знакомлюсь. Но здесь я расплылась в улыбке и прямо явно ему показываю, что он мне нравится. И он тоже расплылся в улыбке. И какой-то такой был момент, прям, так скажем это, любви с первого взгляда. И он мне дает руку. И я держусь за эту руку. И это как было предложение руки и сердца. Вот какое-то такое предложение. И я говорю, на каком языке ты говоришь? Он говорит, я говорю на русском языке. А он говорит, а я говорю, а ты говоришь на французском? Он говорит, я говорю на французском. А на итальянском? Ты говоришь? Он говорит, я говорю на итальянском языке. Но продолжает при всем при этом говорить на русском без акцента. Я говорю, как хорошо ты говоришь на русском языке, но ты ведь римский воин. А он так улыбнулся мне. И им надо было пора. Я рассматривала его одежду. она была такая красная, с золотым шитьем, вот такая прямо очень красивая одежда, и я ему говорю, и он без слов, он как бы уходит, ну между нами такой завет, руки и сердца остается, и он уходит, а руку он мне свою оставляет, ну как-то это типа как София играет в мою руку, ты уходи, а ручку остай, ну как бы удлиняется так его рука, и я вот держу его руку эту большую в своих руках, и вот понимаю, что как бы вот это мне обещанное сердце моему, и в то же время во сне я понимаю вот этот вот мой ответ, что, видимо, это были какие-то такие войны именно вот нашего происхождения, нашей цивилизации, вот такое вот благородство, такое настолько большое отличие от всех вот этих народов, которые до сих пор вообще до нашей эры живут и мыслят, и просто они знали все языки, но их коренной язык, он был русский, вот такой вот красивый сон я видела сегодня, спасибо Всевышнему, что он мне прямо через сны, и во сна же он мне дает ответ, и во сне же я и понимаю ответ, и вот это и есть то, что наше внутреннее, мы имеем все внутреннее понимание, как мне было сказано, что когда я мучилась этим вопросом, я спрашивала, ну как же так, вот нигде не написано никаких памятников культуры явно говорящих, о чем-то не сохранилось, кто такие эти романцы, если итальянцы современные, откуда произошли романцы, во-первых, они очень похожи на евреев, а во-вторых, они вообще не любят воевать, это народ вообще не воинственный, если есть война, они сразу куда-нибудь скрываются в кусты и будут последними, до последнего, до последнего дня войны будут где-то отсиживаться, ну какие это римские воины вообще, такие прославленные, ну даже кровь, ну сразу же генофонд какой должен сохраняться, и прямо во сне я и поняла, что это и есть, а мне Господь как-то сердце такую мысль отдал, что мы все, наше внутреннее я, наше внутреннее содержание знает истину, эта истина внутри души лежит, что есть история, что есть мы, и я подумала, ну да, внутри души, и что, а как это увидеть-то, то, что внутри, и вот сегодня я увидела ответ.